МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экологическая диверсия. Почему все эти сложности? Включение договора с подрядными организациями. Соглашение с компанией на сборку мусора. Там можно просто взять от небольшого дозера, ввести в кучу и сбросить вот сюда, по склону холма. Почему мусор у водоемов, в парках, лесах и рекреационных зонах Ульяновска явление стихийно постоянное? Модернизация как элемент развития. Это исторически правильное и грамотное решение, которое позволит УКБП обеспечить более своевременную, более качественную разработку опытных образцов. Слияние УКБП и утеса как фактор создания современного эффективного производства. Скоро в школу. Я маму опытная, уже заранее все готовлю. А настроение как у тебя? Нормальное. Только в школе, знаете, соскучился только по школьной обстановке, а в школу саму не очень. Если честно, хочется идти. Готовы ли ульяновские школьники сесть за парты? Опять окно, опять падение. В Димитровграде из окна третьего этажа выпал четырехлетний мальчик. Ребенок выжил и доставлен в больницу. Увы, это далеко не первый случай в этом году, как в Ульяновской области в целом, так и в городе Атомщиков в частности. Оставленные без присмотра малолетние дети, проявляя любопытство, часто забираются на подоконник. Откуда до трагедии, как правило, всего один шаг. Оглянитесь вокруг себя. Ваши дети рядом? Прокуратура города Димитровграда проводит проверку по факту доставления в учреждение здравоохранения четырехлетнего мальчика, выпавшего вчера вечером из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома, которому предварительно диагностирован ушиб мягких тканей туловища. Установлено, что ребенок в этот момент находился с родителями. Димитровградская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также выясняются причины и условия, способствующие произошедшему. Кроме того, и сама проверка, и мероприятия, проводимые следственными органами, находятся на контроле руководства областной прокуратуры. Экологическая диверсия. Пока специалисты выясняют, от чего цветет Волга в городской черте, степень вредности заводских выбросов в поселке Меловой и вероятность шансов очередного выпадения розового снега в Индии, в Ульяновске незатейливо, почти буднично, формируется незаконная капитальная помойка. Практически в водоохранной зоне. В пойму Свияги рядом с новой многоэтажкой строительный и бытовой мусор в перемешку с грунтом сбрасывается под откос. Всего в паре десятков метров от человеческого жилья. Тему продолжит Евгений Луковкин. Трактор собрал мусор и выгрызет сейчас его в кусты. Вот такую картину воочию наблюдали и запечатлели на мобильные телефоны жители высотки в Свияжской пойме. Какой-то предприимчивый управленец решил, что мусор в перемешку бытовой и строительной, складированный рядом с домом прямо на земле, нужно срочно ликвидировать. Вариант по правилам и по закону почему-то не устроил распорядителя смердящего и пыльного шоу. Ну и наличие тяжелой техники, возможно, сыграло в этой дурнопахнущей истории не последнюю роль. И действительно, чему все эти сложности? В заключении договора с подрядными организациями. Соглашение с компанией на уборку мусора. Когда можно просто взять от небольшого дозера, взвести в кучу и сбросить вот сюда, по склону холма. Ну и что, что эта рекреационная зона поймы реки Слияги? Само как-нибудь рассосется со временем? Ну или гниет? С копом в ковш и с глаз долой. Метод быстродейственный, особенно если в этом доме не живет ни тракторист, ни ответственно-безответственное лицо, отдавшее команду на преступную утилизацию. Вонь разлагающихся бытовых отходов, накрытых обломками кирпича, упаковочной пленкой, монтажной пеной и остатками мешков из-под цемента не критична, если ветер дует в сторону реки. И гораздо хуже, если в обратную. Видеоматериалы, на которых запечатлено нарушение, попали в природоохранную прокуратуру. А уже оттуда, в силу того, что земля в черте города вдоль реки Слияга по факту федеральная, врос природнадзор. По данным материалам мы сейчас принимать будем процессуальные решения, либо запрашивать согласование в прокуратуре на внеплановую проверку. Но здесь, я так понимаю, пока не установлено лицо, поэтому в отношении кого-то конкретного возбуждать дело пока невозможно, скорее всего, в отношении неустановленных лиц. Либо возбудим административное расследование. Сейчас просто изучим эти материалы, которые прислали из прокуратуры, и уже по ним будем принимать решения. Но в любом случае, соответственно, будем заниматься этим вопросом и искать виновных, и наказывать. И такие нарушения не редкость для Ульяновска. Мусор у водоемов, в парках, лесах и рекреационных зонах явление стихийно постоянное. То есть сами помойки до момента выявления и ликвидации возникают, конечно же, стихийно. А происходят такие случаи с завидной регулярностью. Вот, например, июньский случай. Некоторые приходят хотя бы в мешке, из мешка так, тим-тим-тим, и пошли дальше. Однажды мы пришли вот здесь вот между могилами даже нельзя было пройти. Прямо до середины могил, просто листья, без мешков, безо всего. То есть культура, конечно, ну не знаю, ну что, ну как? Ну я же не могу здесь каждый день быть. А эти залежи разнообразных хозяйственно-бытовых и строительных отходов были обнаружены чуть раньше, в мае 2016-го. Отдых на природе практически не выезжая из-за черты города. Мечта для сотен тысяч жителей Ульяновска. Особенно, когда процесс движения к этому отдыху можно совместить с решением хозяйственно-бытовых вопросов. Например, вот таких. Однако крупные свалки именно в водоохранных зонах для Ульяновской области явление редкое. В основном, отмечает региональное управление Росприроднадзора, это все-таки бытовой мусор, остатки пикников и самопальные автомойки. Ну и строительный мусор, как ни крути, делай рук человека. И поскольку поговорка «не плюй в колодец» в Ульяновске, как видно, работает через раз, нам, как это ни странно, есть чем гордиться. Мы – большой мегаполис. Стыдно сорить у своего порога. Свалю соседям, а там – как хотят. Повод для гордости, конечно, сомнительный, но уж какой есть. Евгений Луковкин, Олег Тоньшин, репортер 73. Чуть больше недели осталось до момента, когда во всех школах страны прозвенит первый сентябрьский звонок. Родители приобретают школьную экипировку, учебники и канцелярские принадлежности, а сами образовательные учреждения в это время проходят испытания по обеспечению безопасности. В режиме ежедневного контроля и всеобщего внимания специалистов проходит заседание антитеррористической комиссии, где глава региона ставит перед профильными ведомствами задачу – наши дети должны учиться безопасно. В Ульяновской области дорога к знаниям открывается в более чем восьми сотнях образовательных учреждений, 418 из которых – общеобразовательные организации. Уже сегодня, к началу учебного года в регионе, приемку прошли 100% школ. Но пренебрегать безопасностью детей, особенно в условиях нынешней, крайне неспокойной реальности, непростительно. До сих пор в памяти миллионов остались страшные события 2004 года в Беслане, когда террористы 2,5 дня удерживали в заминированном здании школы 1128 заложников – детей и взрослых. Для 314 человек первый сентябрьский звонок оказался последним. Подобных трагедий больше нельзя допустить. Для этого образовательные учреждения оборудуют различными системами безопасности – от постов охраны и электронных турникетов до тревожных кнопок и видеонаблюдения. По итогам проведенного мониторинга состояния комплексной безопасности образовательных организаций всех муниципальных образований в Минске области отмечено, что на территории нет образовательных организаций, в которых не имеется охрана. Однако охрана разная. От технической охраны имеется в виду много экстренного вызова. Охраняется 445 образовательных организаций. В День знаний обеспечивать безопасность будут сотрудники регионального ОМВД. С 31 августа и до окончания праздничных мероприятий 1 сентября личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный режим несения службы. Во время торжественных ренеек наряды патрульно-постовой службы расположатся возле учебных заведений. Надейся на лучшее, но будь готов к любому варианту развития событий. Мгновенно отреагировать, вызвать службы спасения. А самое главное – вывести учеников в безопасное место. Получится лишь в том случае, когда все действия отработаны до автоматизма. Ведь счет в случае ЧП идет даже не на минуты, на секунды. Мы не реже одного раза в четверть мы проводим тренировки. И у нас каждый ученик знает, куда ему, когда услышим такой сигнал тревоги, каждый ученик, каждый учитель знает, что нужно делать и к какому запасному выходу нужно ему идти. И с гордостью могу сказать, что в течение пяти минут все до последнего учащихся покидают здание школы. Предотвратить, а вместе с тем быть готовым к любому исходу – главная задача антитеррористической комиссии. Но все же одним из основных пунктов безопасности является человеческий фактор. При обнаружении подозрительного предмета в здании образовательного учреждения необходимо сразу же обратиться в службу спасения и правоохранительные органы по телефону 112 или 02. Артем Петров, Александр Кудряшов, репортер 73. Совсем скоро мальчишки и девчонки наденут рюкзаки и отправятся в свои учебные заведения. Кто пешком, кто на общественном транспорте, а кого-то повезут в школу родители. К последнему в преддверии Дня знаний повышенное внимание инспекторов ГИБДД. Ведь при перевозке детей необходимо обязательно использование детских удерживающих устройств. Очередной совместный рейд ГИБДД с представителями общественной палаты и Министерства образования показал – нарушителей стало меньше. Согласно правилам дорожного движения для перевозки детей в автомобили, водитель обязан выполнить целый ряд действий, направленных на создание максимально безопасных условий эксплуатации транспортного средства. Такой подход при попадании в ДТП может спасти человеческую жизнь. Видно, что забота родителей – это, наверное, не дань какой-то моды, а все-таки это осознанное отношение наших родителей к тому, чтобы их, наверное, общее состояние семьи было в порядке. Потому что, как бы мы ни говорили, кресло безопасности, оно помогает в случаях дорожно-транспортных происшествий. И уверенность в движении у родителей, она намного выше, когда ты видишь и знаешь, что ребенок у тебя пристегнут. Водитель должен бояться не штрафов за отсутствие детского удерживающего устройства. В первую очередь он обязан обезопасить своего ребенка. Соответственно, главная цель рейда – это все-таки профилактика. Это очень важно, что инспекторы следят за этим, выдают такие вот памятки для водителей. И я думаю, что эту работу надо продолжать и в дальнейшем. Я думаю, что постепенно дисциплина на дорогах будет улучшаться, если будет такое же пристальное внимание. Цель которого – выявление водителей, которые перевозят несовершеннолетних детей без специальных детских удерживающих устройств. За 7 месяцев 2016 года произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в которых 4 ребенка погибли. Против статистики не попрешь. Страшные цифры погибших и раненых во время автомобильных аварий должны заставить каждого человека задуматься о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Я считаю, что своего ребенка надо пристегнуть, и вообще детей. Сам тренером работаю по РОТЭ. Очень часто вожу детей в лагеря и прочие моменты. Всегда следим, чтобы в автобусах и во всех средствах, которые мы передвигаемся, были удерживающие устройства. Следим за этим. И своих детей также. Все больше родителей ясно понимают, что удерживающие устройства помогут уберечься от возможных травм. Однако остаются и те, кто считает, что иногда правила можно нарушать. Мы едем уже 3 часа, они не могут присутствовать. И вот пока мы в городе, мы ехать, потому что тут ограничение скорости, в городе, в час. Поэтому, если представь, как я в час даже, кто-то передо мной резко остановится, то я... Ребенок полетит вперед и сломает голову. Не дай бог. К сожалению, даже если водитель соблюдает все правила дорожного движения и не превышает скорость, уверенным в безопасности быть нельзя. Улица полна неожиданностей, и на каждого добропорядочного водителя найдется лихач-нарушитель, который, если и не унесет человеческие жизни, то уж здоровье подпортить может основательно. Владимир Гаврилов, Олег Тоньшин, репортер 73. Чистый аккаунт – хорошая работа. Российские работодатели все чаще используют социальные сети для проверки кандидатов. Итоги очередного исследования обнародовал портал superjob.ru. Каждая вторая компания применяет в рекрутинге соцсети, а каждая третья проверяет аккаунты кандидатов. Треть работодателей используют соцсети для анализа сведений о соискателях, найденных по различным каналам поиска. Еще 17% просматривают социальные сети только для подбора персонала. Это позволяет проверить, совпадают ли взгляды соискателя вакансии с ценностями компании. Далее коротко о событиях из жизни нашего региона. В сентябре в Ульяновске будет отключаться горячее водоснабжение. Правда, не везде, а лишь в железнодорожном районе, на Нижней террасе и в микрорайоне Искра. Мэрия нашего областного центра согласована приостановка подачи горячей воды для контрольных испытаний теплотрасс от котельных Ульяновского патронного завода и РТС Репина с 5 по 9 сентября, а в Кендяковке с 26 по 30 сентября. По информации управления ЖКХ, традиционных отключений горячего водоснабжения домов, запитанных от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также от котельных завода Комета и теплогенерирующей компании не будет. Руководство упомянутых теплоисточников уверено в качественной подготовке сетей к предстоящему отопительному сезону. На 22 августа общая готовность городского хозяйства к предстоящему зимнему сезону составляет 96%. Все выявленные в рамках весенних гидравлических испытаний повреждения тепловых сетей, а это порывы и свищи, успешно устранены. В день российского флага в Ульяновске появился новый памятник. В государственном историко-мемориальном заповеднике Родина Ленина состоялось торжественное открытие арт-объекта «Наш Рубль». А так как он расположился перед Музеем занимательных наук Эйнштейна, все пришедшие на церемонию сначала увидели магию физических опытов. Три, два, один, поехали! Сам памятный знак, как утверждает представитель Музея занимательных наук, установлен в связи с 700-летием российского рубля. Правда, точной даты его введения в оборот в архивных документах они нашли, и поэтому решили приурочить открытие экспоната к Дню Триколора России. Мы предлагаем новую традицию, то есть закрутить рубль на финансовое благополучие. Что касается надписи «Наш рубль не заржавеет», расположенной на одной из сторон памятного знака, то она не случайна. Материал, из которого изготовлена большая монета, хромированные нержавеющие детали. Хотя время покажет. Лютеранская кирха, которая находится в центре Ульяновска, концертами продолжает отмечать 20-летие органа, расположенного в ней. Вечером 25 августа состоится очередной. Обычно, когда люди приходят послушать орган, они ожидают услышать Баха или подобные фамилии из прошлых веков, очень известные в органном мире. Но в этот раз, естественно, Бах тоже будет звучать, но также будет звучать музыка Микаэла Таривердиева. Органные мгновения Микаэла Таривердиева исполнит яркий представитель российской органной школы «Лада Лабзина», чей репертуар отличается большим разнообразием и включает в себя произведения от ранней классики до современного авангарда, а также авторские импровизации и транскрипции. В какой-то мере мы можем слушать и музыку Оркестра Небесного таким образом, и опять же то, что люди переживают здесь на земле, переживают настоящее, думают о прошлом и также устремляют свой взор в будущее, в вечность. Итак, 25 августа, 19.00, улица Ленина, 100, Лютеранская церковь Святой Марии, органное мгновение Микаэла Таривердиева, в исполнении «Лада Лабзиной». Модернизация как необходимый элемент развития. В Ульяновске два недавно объединившихся предприятия сегодня оптимизируются с учетом современных требований. Участники федеральной целевой программы развития оборонного комплекса идут в ногу со временем. Задача на ближайшую перспективу – создание эффективного производства, не уступающего по уровню развития технологий, мировым лидерам производства. Наша съемочная группа наблюдала за тем, как прорывные технологии используются в производстве бесплатформенных инерциальных навигационных систем. То, что недавно разрабатывалось УКБП, а производилось на УТЕСе, сегодня создается на УКБП. И на УТЕСе же производится. Только действуют они уже как одно целое. Слияние произошло в марте этого года и стало логическим завершением многолетнего процесса сближения двух предприятий, более 60 лет соседствующих на одной площадке. Это исторически правильное и грамотное решение, которое позволит УКБП обеспечить более своевременную, более качественную разработку опытных образцов. А серийным заводом, которым являлся УТЕС, с твердой уверенностью смотреть в будущее, иметь такого надежного партнера и разработчика, как Ульянское конструкторское бюро производства. К федеральной целевой программе подходили постепенно с 2005 года. Конструкторское бюро приступало к разработке БИНС за счет собственных средств. Малое предприятие, как могло, но все-таки выполняло свою работу. А сегодня единое предприятие УТЕС УКБП в федеральной целевой программе до 2020 года. Разграниченная на три этапа, первая из которых успешно выполнен, она даст на выходе совершенно новое предприятие, оснащенное по современному слову техники. Получится совершенно предприятие другое с точки зрения технологической оснащенности, с точки зрения оснащения технологических процессов, с точки зрения культуры производства. Так, вот я сказал вам про чистые помещения. Это шестой класс чистоты, таких помещений практически у нас сейчас нет. Технологии, которыми будем владеть, мы будем владеть практически единственными сейчас Российской Федерацией по изготовлению вот этих вот датчиков первичной информации АК-15 и других компонентов БИНСОВ. Планируется, что выполняя оборонный заказ в 2017 году предприятие выдаст около 150 комплектов системы, а в 2018 уже более 400. Это те самые, которые стоят на всех типах российских летательных аппаратов, включая самолеты 4-5 поколений, наземную технику, системы вооружения и космоса. Такое производство, безусловно, поддерживает не только федеральный центр, но и региональное руководство. Два миллиарда рублей инвестиций в промышленном площадке – это серьезный финансовый ресурс, который, несомненно, качественно улучшит рабочее место каждого из вас. И одновременно дадут возможность нам с вами, а значит и нашей стране, сделать существенный шаг вперед в рамках конкурентной борьбы с нашими коллегами. По итогам работы с начала этого года предприятие уже реализовало продукции больше, чем за этот же срок в минувшем. Серьезно подросла сумма налоговых отчислений в региональный бюджет. В свою очередь, ульяновское правительство оказывает компании информационную и консультационную поддержку, а также активно содействует в продвижении высококачественной продукции на российском и международном рынках. Евгений Луковкин, Олег Туэншин, репортер 73. Битва на Курской дуге по масштабу, задействованном в сражениях силам и средствам, результатам и военно-политическим последствиям, стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны. Победу в Курской битве вместе со всей страной ковали и наши земляки. Накануне, в 73-ю годовщину разгрома фашистских войск в Курской битве, в Ульяновске почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. Среди наших героев – ветераны, которые пережили то страшное время. Они сражались за нашу с вами свободу. Они отдали свои жизни за светлое будущее. С 5 июля по 23 августа 1943 года на Курской дуге советские солдаты сделали невозможное. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. После этого переломного момента наша армия вплоть до окончания войны проводила в основном наступательные операции. Сотни тысяч соотечественников так и не вернулись с полей этой битвы. С возложения цветов в 73-ю годовщину окончания сражений на Курской дуге в Ульяновске начался памятный митинг. Ветеранов, которые в силу возраста или здоровья не смогли присутствовать на памятном мероприятии, по проручению главы региона Сергея Морозова на дому посетили депутаты и представители городской администрации. Таких людей осталось не очень много. В городе их более 40. И вот нам так повезло, что в нашем округе их проживает два человека. И вот мы сегодня как раз с этим визитом посещаем наших ветеранов. Узнаем о том, что беспокоит их, что сделано, что необходимо для более комфортной жизни. Органы социальной защиты присоединились к поздравлению. Ветераны очень благодарны за ту заботу и понимание, которое сейчас им оказано. Михаил Ефимович Иванов пришел на службу в армию 7 января 1943 года. Сначала строил железную дорогу, по которой в дальнейшем переправляли нефть с Кавказов-Куйбышев, Саратов и Нижний Новгород. На Курскую дугу захотел пойти добровольно. Вот только из-за травмы его чуть было не оставили в тылу. Он построил, и кто желает, я поднял руку. А у меня рука была перебинтованная. Вот это. Моего друга взяли, а мне, говорит, у вас рука травмина, а там надо стрелять на фронте. Я говорю, это через неделю пройдет. Поэтому я очень прошу вас, что вы меня защищали. Меня защищали. Будемир Михайлович Ордин на Курской битве служил кавалеристом. Своё первое сражение и сегодня помнит в мельчайших подробностях. Фашисты открыли огонь по его подразделению. Будемир Михайлович успел спрыгнуть с лошади и найти укрытие, откуда и бросил во врага гранату. Лошади убитые, два немца убитые, моих два друга убитые. Это и на куске таком, с комлентом. Это было первое крещение боевое у меня. Сегодня в регионе проживают 77 героев того страшного сражения. Из них 42 участника Курской битвы в областном центре. Городские власти оказывают ветеранам всестороннюю помощь и поддержку. Но даже это является каплей в море по сравнению с тем, какой подвиг совершили наши земляки. Дети вместо цветов. Необычная благотворительная акция набирает обороты в городах России. В Новосибирске волонтеры предложили школам вместо 30 букетов учителю от каждого ученика купить один общий, а остальные деньги перевести на лечение нуждающихся детей. В 2015 в акции приняли участие более 200 школ и 500 классов. Новосибирцам удалось собрать около 8 миллионов рублей. Пока цветочный ажиотаж не наступил, родители заняты поисками констоваров, одежды и обуви для своих школьников. Мы решили выяснить, готовы ли ульяновцы к первому звонку и на какую сумму тянет чек ученика, упакованного по всем правилам и требованиям. Все купили, хорошо подготовились. Ну а дальше будет видно, когда пойдет. Пока все готово на текущий момент. Покупаем форму, тетрадки, ручки, карандаши. У нас 11 класс, выпускной, поэтому даже присматриваем выпускной платье уже. А потом будет ажиотаж, выпускные экзамены, ЕГЭ и все остальное уже будет не до этого. Все купили уже, все приготовили, собираемся в школу. Один ученик пока. Скоро второй вырастет, подрастет. Года через два пойдет в школу. Ну как вообще, затратно готовить? Ну да, проблемно, конечно, бывает и с финансами трудно. Но ничего, все трудности преодолеваем, собираемся. Все будет хорошо. Что покупаете? Что нужно? С учетом того, что форма школьная, плюс спортивная, плюс обувь, ну и канцтовары, все остальное. Так и выходит все в среднем около 10 тысяч. Вы знаете, у нас стаж подготовки к первому сентября большой, уже в общем седьмой класс пойдет. Поэтому мы готовимся, стараемся так. Заранее подкупаем одежду. Ну, одежду заранее сильно не подкупаем, чтобы за лето не вырос. Ну, красивые тетрадочки нам обязательно надо сейчас, красивые тетрадочки. Дневник тоже красивый желательно, не обязательно, чтобы он был удобный, но красивый. Учебники нам в гимназии все выдают, поэтому рабочие тетради закупил радистский комитет. Поэтому мы так сейчас уже в щадящем режиме, так скажем, готовимся. Теперь морально только готовимся. Это мама с бабушкой занимаются этим вопросом, я как-то не касаюсь. Но вроде бы все. Ну, вот как вы думаете, самым затратным что является в списке покупок? Самым затратным? Ну, наверное, одежда все-таки, обувь и прочее. Покупаем форму, повторяем, гуляем, как обычно. Родители готовят, отдыхают, оздоровляют, возят отдыхать. Дорого собирать ребенка в школу? Ну, для мамы, наверное, да. Да. Ну, если вспомнить себя, то, ну, в принципе, не более дешево получается. Я не знаю, как сейчас, но в то время мы учебники покупали, все вот это вот, поэтому, да, накладно было. Ну, форму, в принципе, мы брали в школе со скидкой. Я бы не сказала, что это сильно ударило по карману. То есть особых напрягов не было. Я, мама, опытная, уже заранее все готовлю, да. Вот. А настроение как у тебя? Нормальное. Только в школе, знаете, соскучился только по школьной обстановке, а в школу саму не очень. Если честно, хочется идти. Вот так вот. Учиться надо трудиться. Да, трудиться нам, да, как-то не очень напрягаться хочется, да. Но, как Аристотель говорил, подниматься вверх всегда труднее, чем спускаться вниз по лестнице. А сейчас объявление для тех, кто ищет преданного друга или надежного охранника. Щенки породы Алабай. Справки по телефону 75 80 55. А теперь важная информация от репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 30 41 73. Здесь есть все от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 30 41 73 и вы в эфире. И это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите. Тройное W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова